Итак, дорогие друзья, давайте настраиваться. Но прежде чем настраиваться, давайте поймем, как работает Togo и другие графические приложения. Есть окно, вот оно, да? Открывается окно, от которого все зависит. Далее, конкретно в Togo и в других утилитрах создается так называемый бокс, коробка. Иными словами, это как контейнер, который может себе отображать элементы. Например, там кнопку, список и так далее. Эти вещи называются виджетами. Они разные, их много, да? Виджеты, в свою очередь, имеют определенные настройки. Все это управляется при помощи в Togo портфеля. Портфеля работает по принципу Django менеджа пай. Иными словами, портфель, при помощи портфеля мы даем определенные команды, которые будем сейчас давать далее, да? И настраиваем приложение. Потом показываем для разработки, оно всплывает у нас. И также упаковываем для конечного пользователя, для Linux, для Android, для Windows и так далее, и так далее. Что у нас получается? Сейчас, пока мы рассмотрим само приложение, очень простое. А в принципе, далее, как должно происходить, как будет происходить? Разработчик пишет определенную программу. Пусть это будет самое простое, ТОДА, список дел, да? Иными словами, программа там создает список. То есть, у него программа написана совершенно отдельным кодом, который работает в данный момент, допустим, в консоли только. Разработчик решает придать этой программе графический интерфейс. То есть, разработчику надо, кроме того, что знать язык, как написать программу, он должен владеть API самого графического интерфейса. Как правило, в итоге я вижу, довольно исчерпывающая документация классная. По минимуму будем учиться, надо уметь читать эту документацию, понимать и так далее. И тогда он берет определенные виджеты, кнопку, список, и ему надо часть своей программы привязать к кнопке, привязать к списку. Нажимаем кнопку, появляется список. Нажимаем в списке на строку, например, два раза кликаем, и можно редактировать. Что-то редактировать. Но все это на самом деле прописывается. То есть, принцип довольно простой. Вот этим и займемся. Первым делом нам надо настроиться. Для этого необходимо зайти на эту страницу и для своей операционной системы установить необходимые библиотеки. Ну, чем они различаются? Допустим, для DBIAN 9 тут будет WebKit 3, для DBIAN 10 вот WebKit, по-моему, 3, другая версия и так далее. И так для любой операционной системы. Мы будем работать с Linux, хотя, по сути дела, далее мы работаем с VS Studio. В школе есть раздел подготовка, где мы настраивали Python, где мы учились работать с VS Studio, где мы настраивали виртуальное окружение. Поэтому я их буду только создавать, так как нет смысла два раза рассказывать то, что есть в школе. В первую очередь, это видео для участников школы, ну а для людей, которые не в школе, чтобы посмотрели и поняли, что делать. Посему в Linux открываем командную строку и первое обновляем. Большие буквы были. И после этого устанавливаем. Что будет установлено, то система пропустит, то есть все нормально. Следующим шагом, что мы делаем? Мы с вами открываем файловый менеджер. Создайте себе, например, папку программирования и там тога. Мы возьмем сейчас тога старт. Назовем ее тога. Старт. Далее. Далее создаем виртуальное окружение. Я в школе показывал, мы создавали виртуальное окружение при помощи виртуального раппера. Поэтому я даю ссылку на раздел подготовка. Здесь мы настраивали Debian и так далее. Ссылка эта будет. Кому надо, тот посмотрит. Секунду. Поэтому по этим урокам делайте. Либо если человек первый раз, то ищите уже сами, как устанавливать виртуальное окружение. Но участники школы даже не выдумывают только так, как я показал. Почему? Потому что это удобно. Иными словами, у нас есть папка ENV. У вас в ней должен быть шаблон. Дальше. Для виртуального окружения вы вводите то, что мы с вами и делали. Команду. Дальше. Пишем название виртуального окружения. Обратите внимание, это мелочь, но она очень важна. Пишите название виртуального окружения. Не пишите там ENV. Это все хрень. Почему? Потому что когда у вас будет проектов 20, и все будут ENV 1, ENV 5, вы запутаетесь. Но когда у вас проект называется, как мы, например, сделали Togo Start. И вот обратите, здесь большая буква, потому что у меня есть Togo Start через нижнее подчеркивание. То я делаю виртуальное окружение, именно так и называю. Тогда я никогда не запутаюсь, что это относится виртуальное окружение к этому проекту. Поэтому я делаю вот так, и единственное добавляю ENV. ENV мне говорит о том, что это виртуальное окружение. Для тех, кто новичок совсем, виртуальное окружение это изолированная папка, в которой можно установить определенную любую версию Python и абсолютно любые библиотеки. Таких виртуальных окружений может быть сколько угодно много, и сколько вам заблагорассудится. Итак, я оставляю по умолчанию, это у меня будет Python 3.7. Как я сказал, вот эта команда, если вы будете вводить без предварительной настройки, ничего вам не даст. Поэтому в разделе подготовка мы все это дело установили. И нажимаю ENTER. Создается виртуальное окружение. Так как мы виртуале в Ripe, мне трудно это произносить, поэтому иными словами, что происходит? Где бы мы ни создавали виртуальное окружение, у нас настроено так, что все виртуальные окружения будут складываться в папку VNV и находиться там. Все. Это удобно, не надо никогда заморачивать голову. По сути дела мы сделали. Теперь открываем WS Studio Code. Открываем нашу созданную папку. Вот Toga Start. Далее. Создаем в ней файл Python. Мы его сейчас удалим. Возьмем, нам пригодится потом некоторые вещи. Нажимаем ENTER. Это нам надо, если понадобится, запускать какой-то файл. Во-первых, сейчас среда сама определит, что у нас Python. Нам остается выбрать наше виртуальное окружение. Нажимаем и выбираем. Ищем наше виртуальное окружение. Toga Start ENV. Вот. Мы выбрали. Теперь терминал будет открываться. Сразу должен быть с виртуальным окружением, что удобно. Если нам надо в командной строке, то мы знаем четко, так как мы устанавливали, настраивали, то что мы делаем? Все правильно. Повторяем просто. Набираем команду Workon. И видим все наши виртуальные окружения. Далее. Workon. Toga Start. Нажимаем Tab. Оно заканчивает. И все. То есть все нормально. Нам уже командная строка пока не надо. Будем использовать вот эту командную строку. Теперь сразу настроим. Если нам, мы же будем, допустим, разбираться с функциями обратного вызова, нам надо будет еще запускать кроме этого файлы. Поэтому мы можем что сделать? Создадим файл запуска. И нажмем показать все автоматические конфигурации. Подождем немножко. И сейчас оно должно показать Python. Python файл. Все. У нас создалась конфигурация. Теперь, если у нас открыт Python файл, мы сможем его запускать при помощи кнопочки. Это уже хорошо. Все остальные можем уже пока закрывать. Приветствия нам не нужно. Теперь нам надо что сделать? У нас открыто виртуальное окружение. Нам надо установить. По сути дела, здесь можно пойти двумя путями. Первый путь, как учебники предлагается, мы сделаем пока по учебнику, а потом начнем писать свои приложения, чтобы вы могли дочитать. А я просто объясню немножко шире, чем здесь. Здесь написано больше для программистов, а мы более простым языком. Итак, мы можем установить тога, можем установить отдельно портфель, но мы можем просто установить весь проект BV, да? Поэтому PIP. Сначала надо обновить PIP. PIP. PIP это программа для установки пакетов. PIP install, далее 2-upgrade, PIP, обновить до последней версии и Enter. Вот у нас показано, что было 21.01, стало 21.03. И мы можем установить версию тога, да? PIP install, BV. И нажимаем Enter. Он установит очень много библиотек. Просто потом вы можете обновлять какую-то одну библиотеку. Если вы боитесь запутаться, то ставьте портфель. Допустим, портфель итога. Можно PIP install, Toga, и PIP install... ...портфель, да? Но мы сейчас проверим для себя, а последнюю ли версию установил нам BV, то есть все ли там есть. Скопируем портфель, видим 0.3.5. И проверим. PIP install... ...апгрейд... ...портфель. Да. Там у нас была какая версия? 0.3.5. Ага. Смотрите. Значит, не пойдет так. Там у нас в пакете BV было 0.3.5. А здесь у нас... Сейчас смотрим. Ага. Сейчас посмотрим ZIP, да? Давайте мы пока удалим радио PIP. Нет, должно оно все последнее ставиться. Но все равно удалим. Попробуем установить... Попробуем установить... Попробуем установить... ...портфель поэкспериментируем, ничего страшного. Если мы не указываем конкретную версию... ...зпринимаем... Больше 1,1. Теперь мы можем вообще... ...двумя способами вообще реально убедиться... ...вообще посмотреть, да? Так, первый способ, мы просто заходим в наше виртуальное окружение, он не очень удобный, надо ковыряться Ну, мы проделаем это Togo Start ENV, открываем библиотеки, открываем Python ваш и смотрим, да, вот у нас установлена куча библиотек Нас интересует портфель 0.3.5 У нас стоит версия, смотрим, значит все правильно было, смотрим наш Давайте посмотрим, что у нас, когда мы BV ради интереса, да, сравнить Так, то есть BV 0.3.5, все верно, да Дальше Второй способ, мы просто можем воспользоваться командной строкой Посмотреть ПИП Фриз И увидеть библиотеки, да Далее мы можем посмотреть ПИП-лист вообще Вести ПИП-лист Посмотреть, да, разные библиотеки Дальше мы можем посмотреть конкретную библиотеку Допустим, нам надо Что входит в библиотеку Портфель И мы видим, вот это очень крутая вещь Разберемся, она полностью готовая Это печенье По сути дела, что делает эта программа Я просто пока скажу на будущее сейчас Она может вас убрать всю рутину Вы можете настройки проекта проводить автоматом Здесь не надо быть программистом Это шаблоны, да На основе шаблонов создавать не только за проект Вообще много чего, что угодно, что придет в голову Она будет делать то, что вы хотите И просто рутинную работу за вас сделает То есть видим здесь Иными словами, мы можем смело сделать то, что мы и сделали ПИП-инсталь Ну, я просто показываю, чтобы немножко поисследуем Надо исследовать БВ-03 Теперь ПИП-лист возьмем И видим Все и тут Все нормально Портфель 0.3.5 То есть все у нас совпадает Мы убедились И душа наша спокойна Отлично С этим разобрались Я все-таки бы рекомендовал на этом этапе Установить и докер Ребят, единственное Надо было сказать вначале Я рекомендую использовать программу Сейчас тайм и шифт То есть Пожалуйста, перед Или другой вашей программой Перед созданием Обязательно Создайте копию Чтоб если что-то напортачите Не заморачиваться Не править систему Можно было отогнать И сделать все по-новому Поэтому Можно еще настроить докер До этого До этого надо проделать Следующие команды Вот этого страница Только тут надо выбрать Свою операционную систему В данном случае Мы смотрим А, здесь Она как раз использует Того Докеру Бунту Будем разбираться с докером Иными словами Мы можем Разрабатываемую нами программу Кому-то передать У того, если есть докер Он сразу ее откроет С кодом И будет сразу запускать Иными словами Мы берем Я сейчас Так как у меня Debian Я выбираю Install Debian Да Далее Что надо проделать Даю страницу Сейчас просто покажу Здесь сложного ничего нету Я дам страницу Сейчас Секундочку Зачем вам докер Потому что Там при сборке проекта У вас выскочит ошибка Что Собирать без докера Да И Я думаю Если вы новичок То вы будете Долго-долго путаться И это исправлять Поэтому Все равно Вам интересно Будет с докером работать Почему Что надо сделать Если у вас стоят Старые версии докера То они предлагают Первое Запустите эту команду То есть Удали старые версии докера Далее Вторым Вторым шагом Просто копируете Update И вставляете Да Давайте я с вами Проделаюсь Я удалять единство Не буду У меня новое стоит Update Update Да Далее Так прямо Вот и копируем Вот все эти Да И вставляем Я сейчас не буду Это вставлять И скачиваете То что нужно Необходимые библиотеки Тут есть И Карл Если он стоит Далее Следующим шагом Просто копируем Эту строку Вставляем И скачиваем При помощи Карл Сам докер После этого После этого После этого После этого Копируем Вот Вот этот значок Не надо Остальное все Копируем Подряд Это не принимаем За вот это Да Это разные вещи Команда Эсха Вот это все Копируем Да И Тоже Вбиваем Командную строку Дальше Обновляем И дальше Ставим докер По сути дела Все должно Заработать Не забудьте Выйти Зайти А лучше Перезагрузить Компьютер Чтобы у вас Создалась Группа Да По сути дела Тут есть Тут есть Ошибки Если происходит Что делать Да Ну Должно стать Нормально Вы можете Что сделать Когда вы Перезагрузите Систему Вам надо будет Вести Суда докер Run HelloWord И у вас Прямо Прямо В командной Строке Должно Выставить Сообщение Что HelloWord Докер Стоит Корректно Да То есть И единственное Что еще Внизу Рекомендуется Сделать Если вам Это надо А я вам Это рекомендую Сделать Если есть Память Это Сейчас Секунду Это находится На другой Странице Я ее Тоже Дам Сейчас Я скопирую Запускать Докер Как Службу То есть При загрузке Системы Здесь Копируете Две строки Страницу Я дам В ссылках Да Вот эти две строки Переведете То есть Enable Да Если и не надо То можно Все это Потом дело Отключить И докер Будет Запускаться Сейчас Мы с докером Разбираться Не будем Это позже Да То сейчас Наша задача Что при сборке Тога Он без докера Там иногда Начинает Финтить Да То есть Надо править Ошибки А с докером Будет работать Хорошо Но докера Вам в любом Случа Лишним Не будет Потому что Он вам Надо В большинстве Своем Возможно Он у вас Стоит Поэтому Ничего Не надо Делать У кого Не стоит Тому Надо Сделать Я рекомендую По крайней мере Не бойтесь Если вы Сохранили Копию А надо Копию Обязательно Сохранить Как я говорил Любой Утилит Который Вы используете Контрольную Точку Чтобы можно Было Отогнать То ничего Страшного Все Ребят В следующем Видео Уже будем Конкретно Настраивать Портфель По Настройке Все Все